Всем привет! Вот и настал тот день. Мы переезжаем из Нью-Йорка в Чикаго, оставляем наш прекраснейший дом и едем, можно сказать, в неизвестность. Конечно, мы уже немножко продумали, как мы это все будем делать. То есть мой муж с другом ездили заранее туда уже, на неделю раньше. Дом мы сняли дистанционно онлайн. И также они уже перевезли туда вещи, специально ездили на такой большой машине для переезда. Поэтому, в принципе, мы едем уже в готовый дом. Ну, как готовый? Готовый нас принять. Но, конечно, он еще до конца не готов для того, чтобы в нем жить. Ну, а с этим домом мы прощаемся. Скажу честно, что хоть я пока и не знаю, что мы будем там делать и как мы будем там жить и работать, но почему-то внутри очень-очень позитивная энергия, и я надеюсь, что у нас все получится. Вот мы уже приехали в аэропорт. Интересно, конечно, тоже посмотреть, какие американские аэропорты, потому что когда мы приехали в Нью-Йорк, особо нам некогда было там рассматривать его. Ну, а сегодня, надеюсь, такая возможность будет. Мы находимся сейчас в аэропорту Олбани, это столица Нью-Йорка. И, собственно, идем на регистрацию. Как говорится, как всегда. Are you excited? Итак, мы прошли все проверки. Сейчас уже будем ждать рейс на самолет. Вообще, это, конечно, прикольно. Нас проверяли. Значит, мы ребенку провозили молоко. И это молоко тестировали. То есть, как-то то ли брали пробы, то ли что там, засовывали куда-то в специальную штуку. Что-то проверяли, содержимое. Вот, и простую воду для ребенка тоже там в бутылочках у нас была сразу налито. Тоже проверяли. Вот, ну, разували, понятное дело. Там, в общем, коляску, все-все-все проверили досконально. Ну, в общем, все нормально, нас пропустили. Так что, уже внутри. Прикольный тут аэропорт. Кстати, есть вот такой вот классный туалет, туалет, где может заходить и мама, и папа специально для деток, чтобы можно было поменять ребенка. Это вот как отдельный. Там есть отдельно для мужчин, отдельно, получается, для семей с детьми, и отдельно для женщин. Это интересно. Для индуалидов. А тут прикольный, значит, аэропорт тем, что он сделан как музей. Вот мы идем с вами, а тут вот какие-то такие, ну, не знаю, экспонаты выставлены. Что-то там расписано еще. В общем, симпатичненько выглядит. Вообще, тут как-то людей мало, не знаю. Самонутов не видно. Вот тут тоже какой-то экспонат. И здесь вот. В общем, интересная тематика, конечно, у этого аэропорта. Что, захотелось вам даже поснимать? Потому что я такого никогда в аэропорту не видела. Как здесь. Лодка. Так идешь, идешь, а тут лодка. Висит. Как всегда, аэропорт как отель. Тоже вот эти ковры. По бокам стульчики. Креселка со столиками. Зарядки у всех. Ну, прикольно, конечно. Кафешки какие-то. Кстати, почему-то даже этот бар закрытый. Вот мы летим компанией United. Мы ей уже летели из Европы сюда, в Америку. Нам очень понравилось. Вот. Сейчас посмотрим, как будет здесь по Америке. Он тут тоже сидит. У нас Кристик проснулся. Да, солнышек? Папа тебя покормил? Улыбаешься. В хорошем настроении, наверное, покормил. Тоже зарядки вот здесь. Вообще, конечно, будет у нас первый перелет с ребенком. Очень волнительно. Посмотрим, как это все пройдет. Ну, лететь нам 2 часа где-то 15-20 минут. Где-то так. Если все будет хорошо. Я надеюсь. Я, конечно, переживаю. Я сама не очень люблю летать. Потому что у меня это... Ну, такие внутри не сильно приятные ощущения у меня во время полета. А тут еще с ребенком сегодня. Ну, как-то все это пройдет. Я надеюсь, побыстрее. Так что пожелайте нам удачи. Надеюсь, когда вы будете смотреть это видео, мы уже удачно приземлимся и поселимся в нашем новом месте. Ну, а пока мы ожидали, то наш Кристик изучал новые места, получал новые эмоции. Все ему было интересно. Ну, а нам было интересно за ним наблюдать. Сразу скажу заранее, что во время полета поснимать особо мне не удалось, потому что мы так сидели, достаточно как-то узко нам было, тесненько, с ребенком на руках. И это был первый полет, поэтому не особо было до съемок. Нужно было следить за тем, чтобы он не кричал в полете, укачивать его. Ну, и, в общем, как-то так все прошло. Но, в целом, я считаю, что Кристик был молодец. Вот мы уже в самолете, и в этот момент волнение у меня зашкаливало. Кстати, напишите в комментариях, как вы переносите полеты, и, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки на эту тему. Ну что, мы приземлились в Фикаго уже. Полет прошел, полет прошел достаточно неплохо. Кристик у нас был молодцом, хорошо себя вел. Умничка, полдороги не спал, полдороги спал. Но, в целом, не плакал на весь самолет, это уже прекрасно. Сейчас идем за багажом и двигаемся к нашему дому. Так, мы забрали наш багаж. А это мой всегда улыбчивый муж. Веселый Кристик. И несравненные звуны. Невероятный, сядя Мац. А, ты меня снимаешь? Да, да. Вот, аэропорчика мне заснять не дали, потому что нам надо было срочно забирать багаж. Все, идем на выход! Так, ну что, сегодня у нас уже следующий день. В общем, прилетели мы достаточно поздненько, пока нашли нашу машину, пока доехали еще сюда. В общем, приехали, понятное дело, уже уставшие. Надо было что-то еще покушать. Вот, так что уже вечером не стало снимать, тем более было темно. Но утром вот мы уже доехали в наш город. Вот здесь мы будем жить, вот в этом даунхаусе. Город называется Манделей. Где-то в 30-35 минутах езды от Чикаго он находится. Красивый район. Мне, в принципе, понравилось, как здесь. Такой ветер очень сильный, шумно. А кто-то пусит траву. Здесь у нас есть вот гараж для машины. И давайте покажу вам, обойдемся с другой стороны, сам домик. В общем, мы вечером вчера буквально чуть-чуть прошлись. Нам очень понравилась сама территория. Ну, район сразу видно поприличнее по сравнению с тем, где мы жили. Вот, как бы тут и дома такие уже посолиднее немножко. И территория красивая. Проезжая часть можно считать непроезжая, потому что тут чисто к домам подъезжают. И все одностороннее движение. То есть, движения особо машин тут не будет. Вот. Ну, вот, собственно, вот так. Вот здесь у нас такое ровное дерево прекрасное. Здесь Ива у нас. Вот здесь вот наш домик идет. У нас домик на 3-бедрум плюс зал с кухней получается. И две ванные. Там у нас еще озерцо маленькое такое, как лужица. Пройдемся. Такая вот территория. Тут у нас вещи будем заносить. Это еще далеко не все. Самая маленькая часть. Получается, мы живем на первом этаже. Вот это вот весь наш апартмент. И там вот на втором этаже уже другие люди. Ну, и здесь тоже наши соседи будут. Тут, кстати, водятся зайцы. Говорят, козы приходят. Кто еще? Уже зайцы, козы, белки, понятное дело. И еще кто-то. Еще какая-то живность. В общем, посмотрим. Вчера видели зайца уже. Тоже вскакал тут. В общем, так тут зелено. Большие такие деревни классные. Не знаю. Мне вот чисто место само очень атмосферно. Как-то нравится. И здесь вот такое вот маленькое озерцо. Вроде как совсем малюсенькое. Но какого-то это вот добавляет такого приятного ощущения. И вот посидеть и в тенечке можно, если захочешь. В общем, не знаю. В общем, просто приятно. Мне само место вот понравилось. Здесь очень чистый воздух. Знаете, вот так вот прям вдыхаешь. Действительно ощущаешь чистый воздух. Потому что, например, где мы жили в этом вотэрвлете, то там я все время ощущала, мне как будто бы не хватало воздуха. Там все время воздух такой спорт и он машинный. То есть там очень много машин всегда ездила. И я слышала вот этот запах прям бензина. То здесь, конечно, чувствуется, вот прям я слышу запах деревьев и всего вот этого. Очень-очень свежий воздух. Это мне прям, ну, для меня это очень важно. Я люблю зелень, люблю воздух. Тем более после жизни в Буче, все мы знаем, как там у нас было красиво и зелено. То, ну, как-то другой воздух вообще не воспринимаешь. Когда нет у тебя каких-то парков, где ты можешь выйти прям надышаться. Вот, здесь вот в этом отношении очень хорошо. Так, ну, зайдем в сам апартмент. Получается, вот здесь такой у нас домик. Внутри несколько квартир. Такие двери. Ой, открываем. Здесь попадаем как будто бы в подъезд. Здесь вот на второй этаж к людям. Здесь даже какая-то доска объявлений. Вот. Очень чистенько все. Маленький коридорчик. И здесь вот, смотрите, соседи у нас. Я говорю, так у них прикольно вот в Америке вот эти вот все такие штучки. Собачка прикольная. Говорю, нам надо тоже что-то такое сделать. Потому что это есть тут у всех. И это действительно очень мило. Что-то туда, получается, у нас идет дверь в гараж. То есть мы открываем, там маленький коридорчик и двери в гараже. Вот. А сюда, кстати, вот такой тык-тык-тык, звоночек типа. А у нас дверь в саму нашу квартиру. Ну, сейчас у нас тут, конечно, балаган. Ну, вот я просто там сниму, как это у нас сейчас. До и после, как говорится, будет. Тут у нас типа вот этот залик такой будет. Там у нас Кристик скачет уже в кроватке. Тут кухня с выходом на задний двор, получается. Да, да, Кристик, мама не обращает внимания. Мама сейчас придет к тебе. Все, мама сейчас придет. Не плачь. Так, тут у нас стиральные машинки. Тут они, кстати, нормальные, привычные нам на вид. Такой коридорчик из него. Тут одна комната. Ну, тут все будет еще по-другому, потому что люди будут тут другие жить. Например, тут шкафчик такой. Вот. Так, быстренько просто пробегусь. Тут тоже вот такой шкафчик еще дополнительно. Здесь, получается, еще одна комната будет. Вот. И тоже гардероб. Здесь ванная. И вот это шикарное зеркало с подсветкой. Так. Тоже все еще надо убирать. Даже такой душ с лейкой есть. Тоже зеркальце. И вот тут будет наша комната. Мы тут будем с Кристиком спать тоже. Окно, окно. Здесь мы вставим. И тут гардероб тоже у нас. И тоже еще одна ванная у нас прямо в комнате, получается, находится. Прямо в комнате еще одна ванная. Такая уже, в принципе, она ничем не отличается особо, кроме того, что она больше. Вот. В общем, все прекрасно. С самим апартментом мы довольны. Такое вот место у нас в городе Манделейн. Значит, что ж, поедем еще смотреть Чикаго обязательно. Я думаю, в ближайшие дни. Сейчас пока надо быстренько поразребать все вещи. Подделать всякие дела там. Всякие бумажки эти все поподписывать. Когда ты приезжаешь на новое место, все вот это вот надо будет сделать. И дальше будем уже устраиваться, говорится, в свою жизнь полностью здесь. Вот. И смотреть, как оно тут пойдет. Но в целом первые впечатления очень у нас хорошие. Мы довольны. Ну, дальше. Только вперед. Что еще можно сказать? Все. Всем спасибо за просмотр. И, как всегда, до новых видео, до новых встреч. И ждите дальнейшей информации от нас. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok